Доброго времени суток! Это видео с экспериментами в первой Сабнатике. Если персонаж будет стоять на самом конце Авроры при взрыве Авроры, что с ним будет? Я стою на Авроре у её двигателей. Запускаю взрыв. И персонажа уничтожает. Вывод. Если стоять в любой части Авроры, то персонаж погибнет. Как выглядит анимация открытия люка со стороны? Я в начале игры выйду из спасательной капсулы. Теперь остановлю время, напишу команду выхода из тела. Не срабатывает. Ещё раз. Не получается. Команда призрак. Не получается. Запускаю время и опять его останавливаю. Опять выхожу из тела. Не выходит. Запускаю время. Ой, кажется, что-то сломалось. Я не могу повернуть ни вправо, ни влево. Невероятно. Ой, я двигаю спасательную капсулу. Улетел. Не могу развернуться. Придётся плыть спиной. Поворот камеры сломался. А ну-ка ещё раз. Я теперь могу двигать капсулу. Невероятно, но факт. А если подплыть снизу? Я немного наклоняю капсулу, но дальше не могу её перевернуть. А если попробовать такое же, с люком в полу? Останавливаю время. Вылетаю из тела персонажа. Не вылетает. Запущу время и опять остановлю. Делаю выход тут. Не выходит. А команда самоуничтожения. Включаю время. Персонаж погибает. И никакой суперсилы у меня не появляется, как в первом случае. Вывод. Нельзя вылететь из тела персонажа при анимации открытия люка в полу и в потолке. Смогут ли телепортироваться существа на отметке 8194 метра, если их создать ниже этой отметки? Я в мёртвой зоне. Если опущусь чуть ниже, то персонаж телепортируется. Создам под собой сталкера. Его не телепортируют. А песчаную акулу? То же самое. Вывод. Существа не будут телепортироваться на отметке 8194 метра, а только сам персонаж. Или персонаж с транспортом. Если затопить базу, а потом пристроить к ней конструкцию, то её тоже затопит? Для начала затоплю базу. Создаю прямой отсек и вход в нём. Захожу внутрь. Да, новую пристройку тоже затапливает. Вывод. Если база затоплена, то и любой отсек или комната тоже будет затоплено. На каком расстоянии нужно построить две базы, чтобы игра их приняла за разные базы? Для начала построю одну базу. В ней всё в порядке. Выхожу. Делаю окно, чтобы видеть, что внутри. Теперь создаю вторую базу. И делаю её прочность ниже, чем у первой. Её начинает затапливать. Вывод. Если две базы стоят рядом, то игра их воспринимает как две разные базы. И если в одной будут проблемы, вторая не пострадает. Сможет ли утонуть база в тайнике предтечь? Для начала проверю на тайнике, который под водой. Заплыву внутрь. Строю отсек. Можно строить. Если подвести сюда энергию, то можно жить в этой базе. Теперь тайник предтечь без воды. Внутри можно поставить отсек. Только нужно больше места. Можно даже построить базу в телепорте. А внутри самих баз предтечь можно строить свои базы. Но не везде. Второй простой способ увидеть лицо персонажа. Построй комнату сканирования. С одной стороны сделай вход. Сделай солнечную панель. С другой стороны комнаты сканирования сделай два прямых отсека. Зайди в базу и начни строить переборку, но не до конца. Выйди из комнаты сканирования и убери второй прямой отсек. Вернись внутрь. Дострой переборку. Открой ее. Подойди к панели управления камерами и взаимодействуй с ней. Выбери камеру и залети в открытую дверь. И вот ты видишь лицо персонажа вблизи. Как будет выглядеть персонаж с ребризером на голове. Открываю КПК и видно, что ребризер уже наден. А на 3D модели персонажа он не отображается. Если я надену противорадиационный костюм, то смотри, что будет. Ничего не изменилось. Шлем не показан на 3D модели. Можно ли при хождении по дну ставить вещи на землю без базы? Ставлю стул. Можно. А торговый автомат? Тут не ставится. А здесь можно. Оказывается, нужно найти ровную поверхность. Вывод. Если использовать бак с переборкой и ходить по дну, то можно ставить вещи на земле. Но только если поверхность будет ровной. Что будет, если создать армию ласк и попробовать уничтожить жнеца? Заморожу жнеца стази с винтовкой. Подплыву ближе и стукну его ножом. Эммм. Почему-то вместо удара происходит взаимодействие с лаской. Кажется, я влип. Нужно выстрелить еще раз из винтовки и... Опять включается анимация с лаской. Дело в том, что кнопка удара ножом и накопление энергии у стази с винтовки такая же, как и взаимодействие с лаской. Эта стая ласк мне очень мешает. Ловлю еще раз жнеца и стукаю ножом. Сейчас ласки должны атаковать вместе со мной. Большая часть ласк феулонит и ничего не делает. А кто-то нападает. Вывод. Нельзя победить жнеца с помощью орды ласк. Что будет с морским топтуном, если его создать на суше, например, на плавучем острове? Создаю. Ускоряю видео, а то и те ребята очень медленные. Создам еще одного. Почему-то первый замер и никуда не двигается. Второй тоже остановился. Хорошо. Создам третьего на вершине горы. Второй куда-то делся. Третий топтун провалился сквозь текстуры. Вывод. Если создать морского топтуна на суше, он будет стоять на одном месте или провалиться сквозь текстуры. Можно ли создать мост или тоннель между двумя горами плавучего острова? Я на одной из вершин. Буду создавать прямые отсеки до другой горы. Как видишь, это реально сделать. Нужно иметь много ресурсов. Благодарю спонсоров моего канала за поддержку, а тебя за просмотр. Всего тебе хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok